И сегодня мы поговорим как раз таки про голосообразование в целом, точнее начнем об этом говорить и разбирать эту тему подробнее. В прошлый раз говорили про дыхание, но да, мы помним о том, что дыхание это основа зарождения звука. Что происходит дальше? Когда мы выдыхаем, да, помним, да, опять же, вернемся в прошлое занятие, в прошлый урок, вспомним о том, что при речи, при разговоре мы не задумываемся о том, как мы вдыхаем, и звук все равно получается свободный и вполне себе яркий, да, в зависимости от того, как вы воспитаны, как вы привыкли жить, что и кто вас окружает, в какой среде вы живете. Обратите внимание, что во время громких звуков, да, которые мы извлекаем в жизни, например, там испуг, стон, плач, крик, виск, писк, все эти звуки, они очень резкие, как правило, они неожиданные. Мы к ним не готовимся. Что это значит? Это значит, что мы не должны перед каким-то, да, ярким и громким звуком, перед стартом звука делать что-то сверхъестественное. Нет, мы должны как можно быстрее, естественнее и неожиданнее, да, грубо говоря, мы сделаем этот звук, тем он будет ярче, чище, правильнее и природнее. Тем самым мы будем звучать именно природным звукоизлечением. Но немножко давайте уйдем в анатомию, да, я постараюсь объяснить максимально доступно, чтобы было понятно. В общем, смотрите, когда мы с вами выдыхаем, звук у нас выходит через трахею, в гортань, и там у нас, нас ожидают наши голосовые складки, нижголосовые связки. Они колеблются от того, от силы воздуха, да, от потока воздуха. Например, воздух выходит, голосовые складочки отталкиваются, начинают вибрировать. Разделяют несколько характеристиков излечения, да, голоса. Сила, тембр и высота. Вот, сила, тембр и высота. И что вообще влияет на них, да, на вот эту силу, на тембр и на высоту звука? Сила звука — это когда голосовые складки смыкаются плотненько. Когда они плотно смыкаются, они создают очень громкий звук. Слышим, да, звук насыщенный, звук плотный. На этом звуке, естественно, регулируя уже задачу, да, регулируя высоту, мы нашим мозгом, да, нашей центральной нервной системой подаем, подаем нужный импульс голосовому аппарату, и уже там голосовые складочки понимают, как им нужно сомкнуться, как растянуться, и в зависимости от того, как они растянуты или как они сомкнуты, у нас той высоты издается звук. Так вот, на плотность звука влияет поток воздуха и сила смыкания голосовых складок. Попробуйте позвать. Я думаю, вы это сделали, желательно, чтобы вы это сделали. Старайтесь не зажимать себе звук. Вот прям представьте, что вам нужно кого-то позвать с другого берега. Мы слышим плотный, яркий звук. И он нас никак не сковывает, не смущает. Единственное, да, могут быть какие-то психологические зажимы, нам может быть дискомфортно, страшно, непонятно, зачем мы сейчас кричим, вообще зачем мы извлекаем громкий звук. Но мы должны относиться к этому как к упражнению. Мы должны понимать, что вот это вот, да, сильное яркое звукоизвлечение – это наше упражнение. Как в тренажерном зале мы что там тренируем навыки и силу, да, мышц, выносливость так, и в голосовом аппарате мы должны просто это все дело натренировать. Так вот, возьмем пример. Пусть это будет Гагарина. Теперь мы стали выше головы. Если мы отдельно будем разбирать эти звуки. Это отдельный зон. Нам нужно просто научиться регулировать его высоту, и вы будете учиться это делать как раз таки на занятиях. Так вот, это про силу звука, про полетность звука, про подачу звука. Это про силу звука. То есть атака звука до старта звука должен быть неожиданным, должен быть ярким. Само смыкание голосового аппарата, точнее, голосовых складов, голосовых связок, оно очень резкое, и мы не должны к нему никак готовиться. Когда мы говорим про высоту звука, у нас может быть совершенно разный окрас звука, в зависимости от того, от степени натяжения голосовых складочек, но не только. Также очень сильно на это влияет позиция голосового аппарата. Позиция гортани, она у нас может быть опущенная, она может быть нейтральная, она может быть поджатая, вот в таком формате. И голосовые складочки тоже могут растягиваться, когда они растянуты, звук становится более звонким, более высоким. Мы звучим выше. Это тоже вы будете тренировать на занятиях. Но хочу дать парочку упражнений, которые вам помогут разобраться с этим. Попробуйте зевнуть и спустить весь звук вниз. Кстати, зевок это очень полезное упражнение для голосового аппарата. Когда вы зеваете, у вас очень хорошо раскрывается гортань, у вас очень хорошо все растягиваются, все мышцы. И вы чувствуете такой прилив крови туда. Это очень класс, очень полезно снимаются все зажимы. Так вот, когда вы зевнули, у вас опустилась гортань. Корень низка у нас тоже опустился. И наш звук стал вот такой вот, да? Часто? Мы слышим, что у нас звук изменяется, когда мы зеваем. Попробуйте сейчас кончиком языка дотянуться до корня языка. И позвучать на... Желательно остановить и повторить это еще раз. И еще раз кончиком языка тянемся к корню языка. Когда мы расслабляем язык, мы чувствуем, что наш звук становится как будто ниже. Не как будто, он реально становится ниже за счет того, что мы все опустили. И попробуйте теперь с этим звуком спуститься вниз. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Как правило, у него есть определенный диапазон, есть какие-то рамки, но в ходе занятий вы будете это все развивать, вы будете растягивать ваш диапазон. Про высокие звуки. Попробуйте визгнуть. Когда вы визжите, когда вы зовете, вы не чувствуете особого дискомфорта, потому что вам эти звуки уже известны, вашему мозгу эти звуки понятны. В детстве все визжали, кричали, пищали и не чувствовали особого дискомфорта, потому что делали это все расслабленно, делали это все без каких-то психологических зажимов, оттуда и физических, да. То есть мы должны все это делать очень ярко, свободно, легко. Попробуйте визгнуть, как будто вас ущипнули. Так вот, что происходит, когда мы визжим. Наши голосовые складочки очень широко растягиваются, точнее, сильно. И они вибрируют очень-очень активно. Поток воздуха в этот момент очень сильный, такой «ау-ау-ау-ау-ау-ау», он резкий. То есть мы просто выталкиваем воздух и все, как в приличии. То есть делаем вывод, да, что старт звука зависит у нас не от того, как мы сейчас подготовим нашу дыхательную систему, как сильно вдохнем. Нет, мы не должны готовиться к этому, как к марафону, как будто мы сейчас побежим. Все должно быть мягче и спокойнее. Когда вы разговариваете, вы не готовитесь к этому, повторю. То же самое с ярким звуком. Возможно, вы просто протолкнете воздух чуть-чуть глубже. И там будет распев, когда нужно будет уйти наверх. Повторюсь, чем резче, чем ярче, чем неожиданнее вы воспроизведете звук, тем правильнее и безопаснее он для вас будет. Как-то так. Вот, сегодня мы с вами поговорили про высоту звука, да, и про тембры звука. Сейчас я вам объясню, что это такое. Тембры звука, как правило, это окрас звука. Это несколько характеристик, которые есть у голоса. Да, он может быть более светлый, он может быть более тёмный и так далее и тому подобное. У каждого человека тембр голоса уникальный. Тембр голоса свой, очень важно его найти. И мы его находим как раз-таки через природное звучание. Когда вы зовёте, когда вы визжите, когда вы что-то поёте, когда вы делаете это искренне и эмоционально. Про искренность, про эмоциональный звук мы также будем говорить несколько позднее. Вот, но пока что вы должны попробовать вот эти вот упражнения. Всё, что связано с зовом. Хей! Зовётесь, чувствуете, какой у вас яркий, громкий звук. Зовёте несколько раз, потом двойной. Хей! Хей! Желательно остановить видео и повторить это. После чего, когда вы уже распелись, разогрелись, попробуйте визгнуть. Попридуривайтесь. Позвольте себе поковеркать ваш звук. Любой звук, который вы издаёте, это работа голосовых связок, работа голосовых складок. И очень важно позволить им звучать. Очень важно позволить себе подурачиться и понять, что ваши голосовые складки способны на очень и очень многое. Я вас верю, я уверена, что у вас всё получится. Встретимся в следующем видео. ПОДПИШИСЬ! 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 Продолжение следует...